МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он сообщил, что органами соцзащиты города будет организовано социальное сопровождение семьи, а сибирская генерирующая компания окажет помощь в лечении и реабилитации ребенка. Отметим, у девочки серьезно пострадала стопа левой ноги. Сейчас она находится в реанимации. Вскоре, рассказали врачи ожогового центра, ребенка должны перевезти в обычную палату. Но в общей сложности в стационаре пострадавшая проведет несколько недель. Состояние тяжелое, но стабильное. Девочка в сознании, самостоятельно принимает пищу, пьет сама. На сегодняшний день ампутация не планируется. Предполагаем и видим пока, что сохраним полностью нижнюю конечность ребенка. Возможны варианты, что будет в двух-трех местах глубокие раны, которые потребуют проводить пластическую операцию, то бишь закрывать их. Сами они не заживут, да, а нужно будет закрывать участки эти. По словам очевидцев, пострадавшие с подругой возвращались из школы домой, увидели клубы пары и решили на их фоне сфотографироваться. Но 9-летняя девочка провалилась в кипяток. Поставили точку в громкой истории. Баскетбольный клуб «Уфимец» заплатит штраф после игры в Барнауле, которая завершилась скандалом. Такой вердикт вынесли московские спортивные функционеры. Они детально рассмотрели эпизод с участием игрока из Уфы и представительницы группы поддержки «Алтайбаскета». Напомним, «Уфимец» Артем Исаков сразу же после финального свистка позволил себе потрогать одну из черлидерш за ягодицу. В результате инцидента он признал факт касания, при этом отметил, что оно было непреднамеренным. Комиссар матча отразил этот эпизод в протоколе, а клуб «Алтайбаскет» направил жалобу в Москву. Представители Российской Федерации баскетбола рассмотрели видеозапись встречи и вынесли вердикт. Исакову придется заплатить штраф за неспортивное поведение. Руководство клуба также предупредили, что в дальнейшем такое поведение игроков недопустимо. Алтайских туристов вывезут из Хайнаня 14 декабря. По подсчетам местных туроператоров, на Китайском острове сейчас находится около сотни земляков. О том, что отдых российских туристов на острове может затянуться на неопределенный срок, сообщили многие федеральные СМИ. Причина – приостановка полетов иркутской авиакомпании «Ирайра» из долгов туроператора «Жемчужная река». Заложниками финансового спора, по оценкам экспертов отрасли, могут стать полторы тысячи соотечественников. Что касается алтайских туристов, то их отдых на острове истекает 14 декабря. Тогда же они должны вернуться на родину. За это ответственна другая авиакомпания «Алроса», которая сейчас не имеет разрешения на ввоз туристов в Китай, но вправе совершать вывозные рейсы, сообщили в Алтайской ассоциации туризма. Там же посоветовали нашим землякам, которые планировали в ближайшее время отдых на Хайнане, сдать путевки и вернуть деньги. В данной ситуации идет разговор о расторжении договора, естественно, по инициативе клиента. Полагаю, в настоящий момент это наиболее оптимальный вариант для туристов, потому что, судя по сложившейся ситуации, крайне проблематично будет складываться последующая деятельность данного туроператора. По сообщениям ряда федеральных СМИ, долг «Жемчужная реки» перед авиакомпанией «Ира-Айра» оценивается в 2 с лишним миллиона долларов. Перед авиакомпанией «Алроса» туроператор также имеет долги, но в данном случае сумма не такая большая. По данным местной ассоциации туризма, всем российским отдыхающим на острове продлили проживание в отелях и предоставляют завтрак. 25 лет назад, 12 декабря, приняли Конституцию Россию. В правительстве региона накануне праздника самым достойным школьникам Алтайского края вручили паспорта – отличники, победители Олимпиад и престижных конкурсов в списке лучших 11 ребят. Губернатор края вручил им самый главный документ в жизни – паспорт гражданина РФ. В честь и получить его из рук Виктора Томенко удостоились и те, кто победил во всероссийском конкурсе «Мы, граждане России». В рамках этого состязания школьники писали видеообращение, где высказывали свою гражданскую позицию. При получении паспорта человек не только становится гражданином, он официально становится полноправным, скажем так, членом огромной страны. Когда человек получает паспорт, у него закрепляются обязанности. У него есть определенные права, которые он обязан выполнять. Художественному музею «Края» 60 лет. Сегодня в Театре кукол «Сказка» пройдет торжественное мероприятие, посвященное этой дате. А накануне в самом музее открылась выставка. Все ее экспонаты были подарены учреждению в течение последних 10 лет мастерами из разных уголков России. Живопись, графика, скульптура – всего 163 работы. Сегодняшние залы просто не могут вместить больше направления, а от строгого реализма до экспрессивного авангарда времен второй половины 20 века и до наших дней. Всего за последние годы музей получил в подарок более тысячи работ. Они попадут в специальный каталог. Многие картины достались в дар от членов Российской академии художеств и заслуженных живописцев страны, чьи работы можно увидеть и в Третьяковской галерее. Наиболее знаковые произведения экспозиции – полотна московской художницы-монументалистки Леоноры Жаренова и Виктора Калинина, нашего земляка, который уехал с Алтая, но не перестал создавать полотна о родных просторах. Это вот такая связь с Алтаем, работ нашей выставки. Они поступают самым разным образом. Некоторые работы мы подглядели на выставках, другие – в мастерских художниках. С другими художниками мы даже не были знакомы, а они просто в посылке, бандеролью отправили свои работы. Выставка будет работать до 13 января. Посетить экспозицию могут все желающие. В завершении выпуска погоды спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином для быстрого засыпания. Формула сна усиленная, помогает выспаться за короткое время. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края снежно и довольно тепло. В Барнауле днем снег и до двух ниже нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова